А сейчас, коллеги, у меня будет пример, когда у человека колеса фортуны нет, и тем не менее, он очень удачливая личность. Хочу вам его продемонстрировать. Это в мире денег спорта. Он кумир очень многих. Его имя Боб Вульгарис. Ну, это он так себе такое сам придумал имя. Вообще, Бульгарис это не кличка, он грек по национальности. Бульгарис это греческое распространенное имя. Бульгарис значит простецкий. Ну, имя есть такое. Боб Простецкий, Боб Вульгарис. Его родители в свое время переехали в Канаду, и его отец увлекался всякими ставками. Ну, как бы отец хотел разбогатеть, но отец и так разбогател, и без ставок он занимался торговлей недвижимости. А Боб Вульгарис, он решил зарабатывать, но только по ставкам на баскетболе. Решил зарабатывать... Мешки будут, да. Решил... Ну, лучше так, коллеги, чем никак. Вы согласны? Конечно. Да. Решил зарабатывать на ставках на баскетболе и заработал кучу денег. И весь мир как бы решил понять, как вот это вот на ставках через букмекерские конторы стать таким удачливым человеком. Давайте рассчитаем Боба Вульгариса как астрологи кельтские. Нам чем удобна эта астрология? Нам можно и без времени рождения. Вечная вот эта проблема с временем рождения, хотя время рождения тоже, у кого известно, мы учтем с вами по младшим Арканам. Но пока вот просто по дате рождения берем дату и рассчитываем человека. Давайте посмотрим, откуда такая удача. Однажды он с одной игры сумел заработать полмиллиона долларов. И прославился в этот момент, и как бы все думали, ну как это так у него получается. А потом он увлекся, он еще покерный игрок, и там тоже вращаются большие суммы. То есть он и в покер играет, и плюс еще вот, и как ставки делает спортивные через букмекеров. То есть как бы вот это его удача. Дата рождения Боба Вульгариса 7 апреля 1975 года. Почему я вот сегодня про это рассказываю, потому что колесо фортуны у нас, и нам интересно. А вот что говорит астрология друидов о том, кто финансово удачлив, а кто нет. Как посмотреть по натальной карте, вы уже знаете. Мы там смотрим колесо фортуны, как стоит, как пятый дом выглядит. Это для тех, кто именно через игру пытается разбогатеть. А вот что говорит астрология друидов. Итак, начинаем. 7 апреля, скажите, он тростник по рождению. Аркан рождения это просто число и месяц, это даже без года. 7 апреля это овен второй декады, мы их уже изучали. Кто это? Рябина. Рябина. Рябина сильный аркан, но это не колесо фортуны. Его аркан рождения это аркан номер 5. Иерафант. Это где великий врач и психолог. Кстати, он этим и прославился. У него, как он сам говорит, психологический подход в игре. Итак, ему покровительствует по рождению аркан номер 5. Аркан врача и психолога, но формально он не то и не другое. А он игрок. Ну вот, значит, понимание психологии ему помогает. Дальше добавляем год рождения. И рассчитываем второй аркан человека. Он родился 7 апреля 1975 года. Дальше начинаем все складывать. Кстати, по поводу того, что он рябина. Все овные весы второй декады это рябины. А рябина это пятый аркан. А там мы говорили особые отношения с отцом. Его к игре в детстве пристрастил отец. Когда они эмигрировали в Америку, отец... Вернее, не в Америку, а в Канаду. Они в Канаду переехали. Не в Америку, а в Канаду из Греции. Отец его взял с собой. Он еще ребенком был. И повез его в Лас-Вегас. Там. Это тоже мне. Можно вам? Да. Но лучше Ларисе. Коллеги, а сейчас... Я понял. А сейчас... Свои что ли? Ну ты это... Ну так... Ух ты! Нельзя. Да. Не-не-не-не... Коллеги, это наш разговор. Семейный. В общем, сейчас... Сейчас, пока идет занятие, у вас будет возможность уже задать вопрос, который вас волнует, и получить на него ответ. Приступаем. Таким образом... Это бесплатно. Таким образом... Отец взял его с собой в Лас-Вегас, и в Лас-Вегасе он, ну как бы, его пристрастил к игре, и он еще ребенком психологически понял, что если настроить себя правильно, то игра может принести человеку много денег. Так, а кто рассчитал аркан реализации Боба Вульгариса? О, коллеги, как только что в примере, который я вам показывал, только там десятый был. Если вы сложите 7, 4, 1, 9, 7, 5, то у нас получится 33 равно 6 минус 1 равно 5. Ничего себе! Получается он дважды, дважды, рябина и по рождению, и аркан реализации. И это пятый аркан, а мы сегодня сказали, что если у тебя обе карты из эпохи богов, то ты непобедим. Ты непобедим. У него дважды получился пятый аркан. Так вот, коллеги, сейчас мы с вами добавляем третий аркан человека. Вот так вот мы на каждом занятии как бы складываем картинку, и получается кельтский гороскоп, только в виде карты. Что у нас получается? У нас получается рябина, иерофант называется. Еще раз иерофант. Иерофант. То есть, смотрите, а иерофанты, они авторитеты. Вот я, кстати, хотел вам показать, не знаю, будет ли это интересно, он же рябина, а рябины врачи и психологи. И за годы практики, но он уже не мальчик, 75-го года уже, он пролетно, сколько он там, да, варится во всем этом, и он видел, как много людей и сошли с ума, и потеряли целое состояние, что люди ведут себя неправильно. И этот самый вульгарис, он сформулировал правила, 10 правил, которыми должен обладать, то есть он учитель уже, вот пятый аркан, иерофант, он уже как наставник, он сформулировал 10 правил, качеств, которые нужны успешному игроку, чтобы не застрелиться и не потерять целое состояние. Первое правило, это понимать смысл ценности. Что значит понимать смысл ценности? Это значит, играя, понимать, что не игра ценно как таковая, а те ставки, которые в ней делаются, потому что играя, люди забывают, что они сжигают реальные деньги, и возможно даже не их, а заемные, так или нет? Потому что игроки же, проигравшись, всегда берут в долг, тянут из семьи. Вот так у нас училась слушательница когда-то, которая рассказала, что сын попал в дурную компанию, проиграл большую сумму, сразу ей не сказал, его поставили на счетчик, и в финале, чтобы его не убили, за этот долг, ей пришлось продать московскую квартиру. Их семья лишилась квартиры, поэтому правило номер один, не о картах думай, а о реальных деньгах, которые ты в этой игре используешь. Второе правило, быть неплохим математиком. Вульгарис говорит, что любая игра, и карточная, и ставки, это математика. Он прав или нет? Абсолютно. Между прочим, математики специализируются на разработке алгоритмов, каждый математик пытается придумать выигрышный алгоритм, но как математическую задачу. И вульгарис говорит, надо быть обязательно математиком для того, чтобы понимать в этом деле. Третье, нужно изучить букмекерскую контору, через которую ты играешь, чтобы понять, как она работает. Потому что вот эти игроки, которые работают через букмекерские компании, они от них зависят. Четвертое, вот по признанию Боба, именно те команды, в которые не верит никто, приносят больше всего дохода. Это вот это вечно идут, мы на ласточку поставим, мы на этого поставим, на того, которые считаются самыми фаворитами, а Боб говорит, ставь на того, кого все считают кем? Лузером, и ты возьмешь максимальный выигрыш. Да, ставь на того, на кого не ставит никто. Советует Боб вульгарис. Пятое правило, не слишком зацикливаться на успехе. Ну, то есть, как психолог, он же Рябина, причем дважды оказался, он понимает, что когда люди выиграли много, им начинает казаться, ну, вот такая у них ложная в голове мысль, что теперь вот что? Да, что теперь будет что ни дело, то очередной большой выигрыш, а Боб говорит, не зацикливайся на успехе, за ним последует большое поражение, да, поэтому не думай, что ты теперь навсегда настолько везучий, и тебе всегда будет везти. Шестое, не ждать крупного выигрыша. По его наблюдениям, все, кто настроен на крупный выигрыш, в лучшем случае получат мелкий или не получат выигрыша вовсе, а вот кто не ждет крупного выигрыша, тот его и получает. Седьмое правило, быть терпеливым, быть терпеливым, а не так, что пришел, увидел и стал миллионером, не будет такого. Терпение, 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 вот тут вот он абсолютно, абсолютно прав, потому что в любом деле терпение очень важно. Дальше, грамотное управление банком, но тут имеется в виду не банк, где счета, а банк имеется в виду грамотное управление банком в процессе игры. этот банк имеется в виду. Девятое, не делать ставки только ради увеличения интереса, ой, не делать ставки только ради увеличения интереса, ну то есть не играть просто так, не баловаться, что игра это не баловство. И десятое, доверять своей интуиции. Доверять своей интуиции вот десять правил успешного игрока от Боба Вульгариса. Итак, коллеги, мы собирались с вами сейчас выписать третий аркан, ну для него, а вы для себя. Скажите, первые два все себе выписали? Что получилось? Первые два по рождению и по реализации? Десять и пять, вы почти вульгарист. Сегодня он дважды пять и десять я вам показал, вы очень удачливый человек. Так, а где у нас коллега? Она в зале, которая выжила в казино. она двенадцать лет, вот, да, и еще есть одна, по-моему, в зале коллега, вот, вы поняли теперь, что вы были там, где надо? Коллега двенадцать лет проработала в казино, ее арканы десять и пять, как раз десять и пять, вот, ну, все свои арканы выписали? Да. Что получилось? Пять и шесть, неплохо, двадцатый, седьмой, двадцатый и седьмой. Коллеги, переходим к третьему аркану. Третий аркан называется, он определяется так же, как первый, только по числу и месяцу рождения, то есть, там год рождения не берется, и вот этот третий наш аркан называется Огам. Помните, мы в тот раз изучали Огму? Огма это бог, красноречие, плющ, плющ. Так вот, этот Огма по легенде придумал Огам, это тайный алфавит друидов, и вот если мы с вами откроем вот эту брошюру, которую вы приобрели на прошлом занятии, вот это, там такая таблица, и там вы найдете свой Огам по числу и месяцу рождения, это не совпадет с первым арканом, это будет другое, так называемый Огамический порядок. Вот я поясню, например, берем с вами Рябину, смотрите, Рябина, вот где вы увидите Рябину, там в скобках будет написано с 31 марта по 9 апреля из 3 по 12 октября, что это? Это Рябина по рождению, это Овны и Весы второй декады, а ниже написано Агам, видите надпись Агам, у вас брошюра не с собой, с собой, нашли Агам, а там другие даты, вот даже Рябина, а даты уже другие, это Агам, это тайный язык друидов, там вы увидите английские буквы, и такие вот состоящие из двух слов восклицания, это магические восклицания друидов, так вот, если вы родились с 22 февраля по 10 марта, то вы тоже имеете отношение к Рябине, но только Рябина и Иерафант, это будет ваш не первый аркан, и даже не второй, а третий аркан, аркан вашей тайной власти. 7 апреля, и вы находите, что 7 апреля, вот оно, 7 апреля входит в промежуток Агама с 5 по 18 апреля, видно или нет, все, кто рождается с 5, любого года, с 5 по 18 апреля, есть такие среди нас, кто с 5 по 18 родился, нету, апреля, да, ваш тайный аркан, это будет аркан, видите, там дерево написано, Ива, а теперь вы говорите, о, а Ива, это какой, это кто Ива, а кто Ива, вы уже соответственно смотрите, смотрите здесь в таблице или соответствует, или соответствует аркан номер 18, это Луна, аркан номер 18, это Луна, таким образом, таким образом, кстати, Луна, аркан негативный, негативный, Бука нету, и не только нету, и не только Бука. Итак, коллеги, вы выписываете по каждому человеку три карты, выписываете три карты, первая карта по рождению, вторая карта, где складывается и даже год учитывается, и третий аркан, это так называемый Агам, и что получилось, у него пятый аркан, пятый и восемнадцатый, восемнадцатый почему, потому что промежуток с пятого по восемнадцатого апреля соответствует Иве, а Ива, это и есть восемнадцатый старший аркан, и вот выписав три аркана,